Вот, допустим, тебя продавили на работе, все угорают над тобой, у тебя два варианта — или злиться, и беситься, и увольнять, и калечить всех. Этот вариант вызывает злобу, агрессию, или быть сильнее этого человека. То есть ты же пострадал психически, значит, твоя психика должна что-то сделать для того, чтобы быть сильнее. Я предлагаю три метода, которые выдуманы не мной, они существуют в древней культуре, и они всегда работают. Первый метод — усиление волевого фактора. Вот, допустим, кто-то тебе сказал жёстко, ты посмотрел на него и сказал ещё жёстче, и все угорают, не над тобой. А он хотел, чтобы угорали над тобой. Понимаете, это называется волевая сила. Причём внешне кажется, что ты вообще не напрягся, а внутри это произошло, потому что ты тренировался. Я вам предлагаю определённый метод тренировки, называется длительное непрерывное движение. Оно даёт возможность, ты будешь непробиваемым с точки зрения волевого давления на тебя. Допустим, приходит проверка, ну там какие-нибудь проверяющие органы. Здесь же всё основано на волевом давлении. Вот они пришли к тебе, они олицетворяют твою судьбу, эти люди. И если они видят, что ты, ну как бы, коленки не подкосились, ты как бы разговариваешь нормально, ну как бы с ними по-доброму себя ведёшь, они сразу расслабляются и теряют интерес вообще к этому человеку. Им важно, чтобы ты испугался. Если ты испугался, значит, у них есть там... Ну знаете, как, вот знаете, вот допустим, хищники прибегают, два тигра, допустим, к медведю. И вот они дальше пробуют его на зуб. Если они видят, что он очень смело сражается, когтями как бы шурует, то дальше им неинтересно, ну зачем, как бы даже если они его съедят, то какой ценой там, им порвут всем там фейс, там ещё что-то, ну неинтересно. Они лучше найдут другого, который не сопротивляется. Вот так работает система. То есть судьба всегда испытывает человека, если человек проходит испытание, она просто отступает и всё. Она дальше ничего делать не будет. Но если человек показал слабинку, а почему он показал? Потому что он нетренированный, он не умеет судьбой, ну как бы, отношения строить. Второй момент — это терпение. Терпение побеждается, ну как бы терпение. Это означает, что подчинённый, допустим, ведёт себя неправильно, ты выходишь из равновесия, злишься на него, портишь себе репутацию. Означает, что у тебя не хватает терпения, то есть ты не перевариваешь этого человека. Вот, допустим, ты поел какую-то пищу, у тебя понос. Что это значит? Ты её не вытерпел, не переварил. Так и человека можно не переварить, у тебя пошёл понос, ты начал ругаться там и показал себя неправильным в свете. Терпение — это сила, которая тренируется. Она тренируется неподвижным положением тела. Вот если вы, допустим, встали и не можете стоять даже пяти минут, значит, у вас нет терпения в психике. И вы будете от этого страдать всю жизнь. Можно любое положение, самое простое — это просто стоять. Если вам хочется посложнее, есть йога, там разные упражнения. Каждое упражнение имеет свои виды терпения, это целая наука. Вот, например, если человек, ну, для смеха опять, если человек вперёд складывает ноги, стопы вместе, колени разносит вот так по бокам, и чуть-чуть полусогнутая спина. Это называется поза бабочки. В этом положении человек имеет способность вытерпеть противоположный пол. Ну и что это значит? Это значит, что у тебя половые расстройства заканчиваются, или, допустим, ты не можешь, не будешь не так влюбляться, чтобы у тебя крышу срывало, или, допустим, ты не бросишь жену, то есть девушки тебя не уведут из семьи. Ну, то есть этот вид терпения вот предназначен для этого. Когда человек стоит, просто стоит, то этот вид терпения, который он вырабатывает, даёт возможность быть спокойным, ну, просто терпеть то, что на тебя валится. А если ты стоишь на коленях, и, допустим, это положение практикуешь, то ты можешь терпеть и при этом вообще не расстраиваться. Это называется смирение. Ну, то есть что такое смирение? Это тоже вид терпения, при котором ты привыкаешь к ситуации, и её уже не терпишь. Вот, допустим, можно надувать щёки, как бы терпеть, а можно вообще не обращать внимания. И вот когда человек стоит стоя прямо, он обращает внимание. А когда стоит на коленях, он не обращает. Вы скажете, всегда надо тогда на коленях стоять? Нет. Потому что иногда нужно принять человека, а иногда надо терпеть. Бывают такие подонки, которых принимать нельзя. Их можно только терпеть. Если ты его примешь, то ты потеряешь себя просто. Поэтому перед подонком на коленях не надо вставать, надо вставить прямо. Понимаете? То есть и то, и другое надо. А есть ещё поза алмазов, в которой ты вырабатываешь волевой фактор. Ты уже не терпишь, а пробиваешь судьбу психически. Вот, допустим, если тебе проверяющие сказали, что они придут тебе проверять, ты в позу алмаза сел, помолился и почувствовал облегчение. Это значит, что они не придут. А если придут, то ничего не увидят. Понимаете? Поза алмаза — это ты на коленях садишь, и стоишь на коленях, и садишься вниз просто. Всё. Прямая спина. Пока легче не станет. Ну, то есть, если говорить технически по максимуму, то, вот, допустим, где-то 15 минут неподвижного положения тела приравнивается к 22 минутам бега. Ну, то есть за 22 минуты бега прочитается один психический цилиндр. У нас их 5. То есть 22 минуты умножить на 5 получается 1 час 50. Это как раз то, что нужно для того, чтобы весь организм очистить. Точно так же действует 15 минут неподвижное положение тела. Умножить на 5 получается меньше. Это 1 час 20 — это максимум. Итак, неподвижное положение тела нужно для того, чтобы терпеть, для того, чтобы пробивать ситуацию, нужно длительное движение, и для того, чтобы во всём разобраться, нужен пост на воде. Когда человек постится на воде, максимальный пост — 2,5 суток. Это означает, что ты все психические цилиндры пробиваешь. Я не буду в этой эзотерике вас погружать сильно, просто знайте, что на разной глубине судьба действует. Иногда ты попастился сутки, но всё равно ничего не понимаешь. Значит, надо поститься больше. Когда ты постишься полутора, ничего не понимаешь, но когда ты 2,5 суток постишься, ты всё поймёшь. Потому что когда человек постится на воде, у него прослетляются не только кишки, но также и мозги. Потому что пост очищает человека со всех сторон. Если человек не понимает что-то, он не может разобраться. Это значит, что у него затуманено сознание. Потому что если оно не затуманит, человек обязательно во всём разберётся. Когда человек разбирается, то как это происходит? Сначала он не понимает, что делать, но у него внутри чисто и спокойно. Он знает, что он поймёт. Вот так всё происходит. Не обязательно, что человек понимает всё сразу, просто он чувствует, что поймёт, и постепенно разбирается во всём. Вот если руководитель говорит спокойствие, только спокойствие, это значит, что у него вот этой силы, чистоты хватает, чтобы не попасть в ситуацию, в которую попадают подчиненные. Почему вот есть руководители армии, допустим, как Жуков, допустим, он никогда не падал духом, там все плохо, все кажется, все бегут, а он не бежит, он говорит, все будет хорошо и потом побеждает в сражении. Почему? Потому что у него хватает вот этой силы, чистоты внутренне или способности разбираться во всем. Это одно и то же. Ну то есть пост на воде дает такую силу. Вы скажете, что Жуков постился на воде, не знаю, что он делал. Есть разные способы, я вам привожу практические способы, которые используются в древней культуре. Вы же знаете, что древние люди, они как делали? Они совершали паломничество длительное по святым местам, постились и неподвижно стояли. Вот три вида основные практики, они все имеют какой-то глубокий смысл, я вам его рассказал. Итак, если вы чувствуете себя с подчиненными сильно и спокойно, это значит, что у вас все нормально. Продолжение следует...